А здрасте! Всем приветуленькие друзья! У нас очередная подборочка 5 модов для 19 фермы и сегодня мы разберем относительно полезные скрипты. Некоторыми я постоянно пользуюсь, чуть ли не с начала ферма во всех прохождениях я их светил, некоторыми не пользуюсь и не буду пользоваться, но кому-то они могут быть полезны. В общем-то погнали, как обычно, по списку и всем приятного просмотра, да. Начнем, друзья, с такого мода, который называется New Currency, что в дословном переводе на русский обозначает новые валюты. Проще говоря, этот мод добавляет новые валюты в игру, их довольно-таки большое количество, а также он их конвертирует по курсу. Вряд ли здесь будет плавающий курс, но примерно плюс-минус, наверное, все будет соответствовать реальности. Например, вот сейчас я поставил российские рубли, изначальный баланс в 100 тысяч евро переконвертировался в 9 миллионов рублей. Соответственно, в меню продажи техники тоже цены все переконвертировались, теперь здесь будут глаза расплываться от вот этих вот ценников, но есть люди, которые просто шарят в своей валюте. Просто для меня, например, есть такое понятие, что такое, например, 100 тысяч долларов. И типа трактор, который стоит 100 тысяч долларов, я всегда примерно понимаю, что можно купить на 100 штук. Валюта, которая используется у меня в стране, белорусские рубли, она настолько нестабильна, что, скажи мне те же самые там 250 тысяч рублей наших, мне придется немножко подумать и перекинуть, ну, короче, это примерно так работает. В больших таких цифрах шарить мне лично тяжело, но, насколько я знаю, например, россияне, украинцы, они в долларах не шарят, они шарят вот именно в рублях и могут представить себе, что такое 9 миллионов рублей, осознавать, что это такое. Я, например, вот для меня это непонятно. Но, в общем-то, есть вот такой вот модик, вот в этой вкладочке в настройках здесь денежная единица, это все дело выбирается, их там дохрена, но вам, скорее всего, будут интересны только российские рубли и украинские гривны. В общем-то, кто хочет, ставьте. Следующий мод с дополнительными настройками, который я вам покажу, называется Game Extension. Правда, в 17-й части игры было намного больше настроек полезных, но все равно он у меня стоит. Вызывается он кнопочкой Alt плюс Q и есть две менюшки с настройками. В первую очередь, круиз-контроль мышкой редактирования, кому интересно. Оно по умолчанию здесь стоит, я даже не знаю, как это работает. Можно вырубить точку по центру, которая бесит многих. Ну, а во второй, настройки, настройки сервера. Здесь переключение по технике по табу можно вырубить, например, в мультиплеере, чтобы сесть в технику. По табу нельзя сесть в технику, только пришел и сел в нее. А также суперсила. Чтобы не ставить отдельный мод на все это дело, можно здесь прямо регулировать это все по настройкам. Массу, которую можно поднять, а также расстояние захвата. Ну и когда не надо, это дело можно выключить. В общем-то, тоже полезная штука, давно я и пользуюсь. В 17-й было больше настроек, тут как-то все это дело порезали. Но все равно хоть что-то. Третий мод на сегодня называется Easy Development Controls. Вызывается по кнопочке F11. И, в общем-то, наверное, довольно популярный мод. Он есть на русском языке, переведенный. Я просто не обновлял, потому что, ну, мне как бы и так норм. Задумывался он, конечно же, для разработчиков, для тестеров. Чтобы можно было всякую херню здесь тестить, грубо говоря. Можно всяких культур насыпать сколько угодно. Можно телепортироваться куда угодно. Тюки добавлять, палеты добавлять, бревна добавлять. В хранилище всякую херню тоже можно добавлять. По сути дела, все команды, которые можно вызвать с помощью консоли. Время, погода, flight, no hood и так далее. Суперсила, опять-таки, вот тут тоже она есть. Куча всяких дебагов, это вам тоже вряд ли понадобится. Короче говоря, куча всяких настроек. Многие используют это в качестве читов. Я даже видел обзоры на этот мод, что это типа суперчит. Можно себе денег накрутить, можно себе все что угодно накрутить. Нахрена, блин, играть в эту игру с читами? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Но ладно, в общем-то это как инструмент разработчиков идет. В качестве тестов полезная штука, в общем-то да. Еще раз повторяю, она есть на русском языке, поэтому я думаю, что вы ее найдете на русском, кому она понадобится, у кого проблемы с инглишем. Четвертый мод на сегодня, и он уже, кстати, новый, называется Sell Trigger Price. Грубо говоря, вот такая вот менюшка вызывается кнопочкой Alt плюс О английская. Да, кстати, в комментариях к этому моду, я его с Estamonts брал, там люди выкладывали русскую версию. Кто-то там переделал, перевел на русский и что-то там даже подправил. Короче говоря, простой мод для отслеживания цен. По сути дела, здесь можно установить какой-нибудь лимит на цену. И когда цена на тот или иной товар переходит его, вам приходит уведомление, и вы, соответственно, бежите все дело продавать. На золотом колосе это дело работать не будет, потому что там ценообразование немножко на других скриптах. Но на обычных картах это все дело будет работать. И последний, друзья, мод на сегодня, пятый, тоже новенький, довольно полезный, дополнительные настройки для игры. Additional Settings или как-то так он называется. Вообще-то на экране здесь в любом случае сейчас написано будет. В главном меню появляется новая вот такая вот вкладочка дополнительной настройки. Он тоже переведен на русский. И здесь дохренища разных полезных настроек. Опять-таки и насчет прицела, видимость вот этой точкой на экране. Плюс текущая дата, которая вот в правом верхнем углу. И дата, и время. Можно здесь повыбирать, что поставить. Выбрать формат Effect затухания при переключении камеры. Это для тех, кто играет на клава-мыши. На самом деле сейчас ворочать мышкой я вот это все дело не очень люблю. Но, по-моему, оно можно настроить, чтобы это половнее немножко все было. Потому что я обычно играю на геймпаде, и как-то можно сделать реально плавно все это дело двигать. Но для мышечников, для клава-мышечников, боже, что за слово. Есть тут, в общем-то, удобные настройки по поводу плавности. А, вот давайте посмотрим. Вот 30%. И вот оно реально плавнее стало передвигаться. Намного красивее. Полезная штука автозапуск сохранения здесь есть. То есть, когда вы ставите загружаться ваш сейф, потом он загружается, и везет кнопочка начать ее нажать. В общем-то, это все дело пропадает. И, в общем-то, еще есть дополнительные настройки. Птичек можно вырубить с полей. Столкновение животных там что-то там. При столкновении с животными меняется что-то там не то, видимо. Тут, кстати, еще была кнопка перезапустить игру. И она куда-то пропала. Может быть, обновленный мод. Но, в общем-то, еще полезная кнопка была перезапустить игру. Я этим пользовался. Если надо просто перезапустить, нажимаете ее. И потом оно само выходит, само открывает ваш сейф, все сделает само. А, надо было просто сохраниться. Я понял, у меня новый сейф, я не сохранялся. Вот, есть кнопочка перезапустить игру. И это, кстати, полезная кнопочка. На этом, друзья, у меня все. Комментарии, лайки приветствуются. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. С вами был Никита Дилой. И всем пока-ки.